Вот такие они наши горные лыжи и сегодня мы с вами будем говорить о программах по горнолыжной Франции на ближайший сезон зимний 2017-2018. Программа наша начинается с конца декабря, первый заезд 30-го числа. С чего мы начнем? Наверное, начнем с географии, это самое основное, с чего мы всегда начинаем. Аэропорты, которые нас интересуют. Во Франции это аэропорты горнолыжные, два международных больших аэропорта. Аэропорт города Лион. Он находится, скажем так, дальше всех других аэропортов от интересующих нас курортов. Второй международный аэропорт, аэропорт Женевы. Он находится достаточно близко к курортам Верхней Савой, это Шамани, Марзиновый Риас, но подальше от курортов Тарантес, известных зон катания, таких как Тридолины и прочие. И два аэропорта поменьше, которые больше ориентированы на чартерные программы, это аэропорты Шембери и аэропорт Гренобля. Аэропорт Шембери располагается, как вы видите на карте, ближе всего к основным горнолыжным курортам. И в общем-то в этом году мы, как и в прошлом году, базируемся именно здесь, в этом аэропорту. Наши программы будут основаны на перелете в Шембери. С 30 декабря по 3 февраля цепочка у нас будет на S7, авиакомпания Сибирь Глобус. Рейсы утренние в 5.45 вылет из Домодедова, в 7.45 прилет и обратный рейс в 8.45 из Шембери в 14.40 в Москве. Эта цепочка у нас будет длиться до 3 февраля. После 3 февраля мы меняем рейс и с 10 февраля начинается другая полетная программа, также S7 Глобус, вылет из Домодедова в 12.30, прилет в 14.30. И обратно в 15.30 вылет в Москве в 21.25. Также мы планируем дополнительный рейс. Дополнительный рейс будет в даты со 2 по 9 января. Пока еще аэропорт уточняется, это будет скорее всего Гренобль или Шембери. Также теоретически возможен и Турин. Это итальянский аэропорт, но зачастую 2-9 ставится именно туда. Давайте посмотрим, какие пакеты мы представляем у нас на сайте в этом году. Первое – это полный пакет. Там, где вы выбираете пакеты с перелетом, Франция с перелетом в подборе тура, в данный пакет и включено перелет, указанный авиакомпанией. Мы будем летать чартерными авиакомпаниями, это S7 Глобус. Также есть два типа пакетов. У вас будет вариант самый дешевый. Рейс будет указан НТК 001002, это абстрактный рейс, зато цена недорогая. Потом за неделю-две до вылета мы делаем рассадку. В основном все, конечно, будут помещаться на нашу основную озвученную авиакомпанию, это S7 Глобус, но можно туда попасть. Если мест будет не хватать, мы будем пересаживать на другие рейсы. Либо сразу брать пакет, где написано S7 Шембери. Эти пакеты подороже, примерно на 50 евро на человека билет дороже в пакете заложен. Но зато это гарантия качественного хорошего перелета в удобные слоты, в удобный аэропорт. Второе, что включено в полный пакет, это групповой трансфер от аэропорта до курорта. Обращаю ваше внимание, что горнолыжные курорты, в принципе, не всегда дают возможность большому автобусу подъехать к самому отелю. Поэтому иногда приходится пройти несколько метров пешком, 50-100 метров. К этому клиенты должны быть готовы, особенно если мы выбираем большие высокогорные курорты с маленькими узкими улочками зачастую. Проживание с указанным типом питания, когда вы бронируете, вы видите, это без питания чаще всего в апартаментах, отели идут на завтраках или на полном пансионе. И также горнолыжная медицинская страховка всегда включена в наши горнолыжные пакеты. Что оплачивается дополнительно? Это новогодний ужин. Если вы бронируете апартаменты без питания, новогоднего ужина там, конечно, никогда не будет. Если вы бронируете отель на завтраках, точно так же новогодний ужин не будет вам навязываться. Но если вы бронируете отель с полупансионом, то на 99% все отели выставляют доплату за 31 декабря. Какие-то отели это делают стандартно по договору, соответственно, эти цены сразу появятся в корзине, когда вы туда будете проваливаться, вы увидите эту доплату. Какие-то отели делают это под запрос, соответственно, надо будет уточнять цену и наличие свободных мест за столиками. Также курортный сбор от 1 евро в день с человека оплачивается чаще всего на месте и в отелях, и в резиденциях. Цена этого сбора зависит от звездности отеля и курорта. На всех курортах он немножко отличается. Две звезды – это 1 евро плюс-минус 10 центов. И далее до 3,5 евро в 5-звездочных отелях на дорогих курортах. Финальная уборка в апартаментах чаще всего не включена в пакетную стоимость, и финальная уборка также оплачивается чаще всего на месте. То есть клиент приезжает, оставляет обязательно залог за апартамент, чаще всего это блокируется на кредитной карте. И в конце пребывания, когда он выезжает, из вот этого залога вычитается финальная уборка, курортный сбор и белье, если оно не было включено в стоимость. Еще есть пакеты, которые называются отель плюс страховка. Это проживание с указанным типом питания и горнолыжная медицинская страховка. Обращаю ваше внимание, что по правилам компании мы не вычитаем страховку из пакетов ни при каких условиях. Даже если эта страховка у клиентов есть, они все равно будут оплачивать ту, которая есть у нас. Они могут ее не брать, но цена от этого не изменится. Пакеты также мы сделали в этом году перелет плюс трансфер. Если клиенты самостоятельные и нашли что-то, что им больше нравится или присоединяются к друзьям, мы предлагаем бронировать перелет чартерным рейсом плюс групповой трансфер до курорта. Обращаю ваше внимание, что подтверждаем мы подобный пакет только после предоставления точного адреса, места назначения, куда человека везти. Также это же касается и индивидуальных трансферов. Если вы бронируете их с чартерным рейсом, просто как перелет плюс индивидуальный трансфер, или если вы убираете из нашего пакета полного, групповой трансфер, добавляете индивидуальный, или если вы бронируете проживание с указанным типом питания без перелета, то все, что касается индивидуального трансфера, только после предоставления полных данных, куда, откуда и когда везти. Особенно это касается проживания плюс трансфер. Мы сразу хотим видеть номера рейсов и данные прилета и вылета перед тем, как подтвердить этот трансфер. Обращаю ваше внимание, что трансферы индивидуальные на нашем сайте в разделе «Франция цены висят» это комиссионные цены за машину в одну сторону. Важно помнить, что трансферы после восьми вечера и до восьми утра считаются ночными и чаще всего берется доплата в размере 20% от стоимости трансфера, который озвучен у нас на сайте. Визовые формальности. Срок оформления визы во Францию составляет 15 дней календарных с момента подачи. Примерно бывает и быстрее, бывает чуть дольше. Стоимость оформления визы у нас 80 евро для взрослых, 40 евро для детишек до 6 лет. Цены эти нет. Не забывайте, что шенген теперь требует дактилоскопии, поэтому лучше подавать документы заранее, чтобы успеть получить визу. Ну и теперь к географической части переходим. Особенности курортов французских. Во-первых, что нужно помнить, когда мы говорим о бронировании Франции. Собственно, что в основном привлекает клиентов к этой стране, когда они смотрят и выбирают между странами отдых свой горнолыжный. Это, конечно, огромные территории катания. Франция здесь лидер среди европейских стран в Альпах. Зоны катания здесь действительно очень обширные. Они соединены подъемниками и, ну, например, средняя зона катания считается 250-350 километров трасс. Большие зоны, такие как Порт-дюс-Алей или Тридолины, это 600 километров трасс. Огромные совершенно. Второе, чем отличается Франция, это своей высокогорностью. Ну, Франции повезло иметь такие горы на своей территории. Альпы здесь действительно высокие. И, соответственно, эта высокогорность дает Франции хорошее преимущество в плане снега. Большинство высокогорных курортов, которые находятся на высотах 1850 и более, и выше, здесь гарантия снега практически весь сезон стопроцентная. Ну, даже если не стопроцентная, то везде стоят пушки, и те курорты, которые пониже, точно так же обеспечивают своих клиентов, в общем-то, достойным катанием. Даже если не очень везет с погодой. Географическое положение курортов французских таково, что они сильно достаточно разбросаны. И нет такой возможности, ну, то есть, нет курортов, которые бы находились рядом от одного до другого курорта, достаточно приличное расстояние. Это влечет за собой некоторую такую особенность трансферную. Все трансферы делаются по принципу наветок. То есть от аэропорта едет один большой автобус, и дальше уже внизу у подножия гор есть реперные точки, в которых клиентов пересаживают на мини-бусы, автобусы или машины, в зависимости от того, сколько человек на какой курорт. И дальше уже трансферы в верхние части курортов, как бы клиенты делятся. Соответственно, конечно, это не всегда очень удобно, особенно, когда чемоданы и лыжи с собой и дети маленькие. Но тут ничего не поделаешь, если хотят клиенты какого-то большего комфорта, тогда нужно брать индивидуальный трансфер. Не забываем, что во Франции очень сильно такая вещь, как наценка за имя. Действительно, отели Куршевеля, клиенты будут переплачивать 30-40%. Точно такое же качество можно получить на другом курорте за гораздо меньшие деньги. Высоты курортов. Мы, скажем так, мы их делим на поселки и станции. Поселки или деревушки – это исторически сложившееся какое-то поселение, чаще всего в предгорьях или на небольших высотах, от 900 до 1300 метров высота, на которой расположены эти маленькие деревушки, которые впоследствии превратились в горнолыжные курорты. Они отличаются уютом, таким аутентичной какой-то архитектурой, но при этом до подъемника бывает не то, чтобы сложно добраться, но не так легко, как на станции. Горнолыжные станции – это курорты, которые строились в 70-е годы уже примерно, и высоты – это 1400 до 2300 метров. И эти высококурорные станции строились уже с расчетом исключительно на горнолыжников, и, соответственно, здесь все удобно для того, чтобы клиент вышел из отеля, встал на лыжи и поехал. То есть скин-ски аут на горнолыжных станциях – это почти 60-70% размещения. Катание во Франции – это средняя высота 3300 метров, достаточно высоко. Скин-ски аут – это то, зачем клиенты едут во Францию, я уже немножко сказала об этом, на горнолыжных станциях высокогорных – это явление практически повсеместно, потому что отели и резиденции строились на склоне так, чтобы клиенту было удобно именно выйти и поехать сразу на лыжах. Стиль опрыски. Хоть слово и французское, но опрыски во Франции, конечно, уступает таковому, например, на австрийских курортах, где все повеселей. Французы предпочитают более спокойную вечернюю жизнь. Конечно, вы на популярных курортах найдете и бары, рестораны, само собой, но вот таких вот безумных тусовок в барах до утра во Франции меньше, чем в Австрии однозначно. Особенности сервиса. Он очень разный и, в принципе, французы отличаются некоторой, не сказать, чопорностью или снобизмом. В отелях это редко встретишь, во всех отелях разговаривают, например, на английском языке, но вот вне отелей можно встретить непонимание никакого языка, кроме своего родного французского, поэтому клиент к этому тоже должен быть готов и не удивляться. Особенности бронирования. Заезды в апартаменты чаще всего суббота по субботу. И минимальное проживание это 7 ночей, ну, соответственно, да, суббота по субботу, 7 ночей, 8 дней. Собственно, основные пакеты у нас и заточены заездами по субботам, начиная с 30 декабря и до 31 марта. Бронирование отелей в большинстве случаев возможно без привязки к субботам. Единственное, что на высокие даты, это новогодние даты, и с середины февраля по 10 марта примерно, отели хотят минимально 7 ночей, а некоторые отели, ну, таких курортов, как Куршевель, даже и 10 ночей хотят минимально. Обратите внимание, что при выборе курорта очень важна сезонность, то есть, начиная с середины января до начала марта, вы можете выбирать спокойно любой курорт, здесь никаких тонкостей особо не будет. А вот начало сезона, это декабрь, начало января, и в марте, когда солнышко пригревает, лучше выбирать курорты с большими высотами. Ну, мы сейчас будем с вами подробно о каждом курорте говорить. В принципе, такие курорты Тинь, Вальторанс, Арк-1950, курорты с высотой ближе к 2000, это гарантия снега и в начале сезона, и в конце. Первая зона катания, которую мы с вами рассмотрим, сегодня это Тридолины. Ну, она самая популярная во Франции, и за последние годы популярность ее не уменьшается. Это 600 километров трасс, действительно огромнейшая зона, самая большая зона катания в Европе. Состоит по названию, вы можете догадаться, из трех долин. Это долина Куршевеля, долина Мэрибеля в серединочке зоны, и долина Вальторанс-Менюир, она самая высокая. Смотрите, в чем особенность. Ну, курорты основные, которые здесь расположены по долинам, уже понятно, это Куршевель. Куршевель есть несколько, но самый известный, популярный, которым чаще всего клиенты спрашивают, это 1850, соответственно, это высота курорта. Второй курорт популярный, это Мэрибель. Его высота ниже, это 1400 примерно, до 1600, вот эта территория. Вальторанс, самый высокогорный курорт, более 2000 метров его высота. Также Менюир, чуть ниже Вальторанса. И внизу, в предгорьях, вот здесь, вот в этой части, маленький, ну, маленький, относительно маленький курорт, Бридлибен, бывший курорт, который специализировался на водных процедурах, сейчас тоже пытается быть горнолыжным курортом. Отсюда ведет в общую зону катания вот этот подъемник, который называется Олимпи. Он единственный, это порядка 25 минут, чтобы подняться к Мэрибелю, в центр зоны катания Трех долин. По количеству трасс и подъемников. Подъемников здесь достаточное количество, их стараются каждый год обновлять какую-то часть. Поверьте мне, вот когда зона катания 600 километров, то здесь можно спокойно и уверенно говорить о том, что абсолютно любой лыжник, абсолютно любого уровня, найдет место, где покататься, да, и найдет себе интересные трассы. В данном случае зеленых официально только 4, но зеленые трассы – это практически пологое место, то есть это не горнолыжные трассы в прямом смысле слова. Они чаще всего для малышей и для людей, которые катаются первый день, первый раз. Синих трасс здесь достаточно, 93 штуки, красных – 107 и 37 черных. Многие катальщики говорят, что французы занижают уровень трассы, то есть часто многие трассы, которые будут красными во Франции маркированы, в Австрии были бы маркированы черным, так же, как и в Италии. Поэтому прежде чем выбирать трассу для катания, надо, конечно, посмотреть, как следует зону и изучить карту катания. Но это клиенты, я думаю, знают, потому что наши с вами клиенты уже гораздо лучше нас разбираются в том, где и как они хотят кататься. Курорт самый популярный, я уже вам назвала Куршевель, самый дорогой курорт во французских Альпах. Смотрим на его схему. Я уже вам говорила, что курорты, которые на больших высотах, это курорты, которые строились под горнолыжников на склонах. И мы видим, что вот идут трассы, одна, вторая, третья, и отели расположены вдоль них. По большому счету из любого отеля вы можете выйти в лыжах и встать сразу поехать. Самые популярные отели, традиционные, это Анапурно-пятизвездочная, с некоторых пор, вернее, до некоторых пор во Франции не было категории 5 звезд, были 5 люкс, 5 палас, но уже несколько лет, как, наконец, ввели эту категорию, чтобы подравняться под общеевропейские стандарты. И почти все отели 4 звезды Куршевеля получили свою пятую звездочку. Анапурно, этот отель одним из первых получил свои 5 звезд. Стоит он в самой верхней части курорта. Вот здесь стоит наша Анапурно. Отель, ну, традиционно очень любим русскими клиентами, потому что здесь скинский аут, кругом только горы. Качество сервиса здесь на высшем уровне, очень хорошие просторные номера. И, в общем-то, все, что клиент может пожелать от пятизвездочного отеля в Куршевеле, он здесь может получить. Отель Лезерель. Это отель в стиле таком австрийском. Здесь балки на стенах, на потолках, очень разные типы номеров. И отель один из самых дорогих на курорте. Ну, вот для вашей информации здесь мы поставили цены. Новогодний ужин 1250 евро на взрослого и 625 евро на ребенка до 10 лет. Можете себе представить. Также они берут деньги за рождественский русский ужин 6 января. И за, также, 4 февраля это ужин, который под карнавал рассчитан. Отель Килиманджаро, также 5 звезд, тоже в верхней части курорта. Это настоящий горный, как бы, поселочек. Он состоит из нескольких шалей, которые стоят по кругу, соединенных внизу таким проходом галерей. Можно снимать как целиком шале, так и один из номеров сьютов в этом шале. Отель, безусловно, очень высокого уровня, и ресторан имеет одну звездочку Гиде Мишле. Отель Лана стоит в центре курорта. Он немножко такой темноватый, сделан в таких темных цветах. Его фасад черной краской выкрашен. Он в последнее время несколько раз обновлялся, и на сегодняшний день это один из лучших отелей на курорте. Для сравнения есть отель Ля Лос. Это 3 звездочки. Он простенький, скромненький относительно, и недорогой. Стоит прямо на трассе, вот вы видите на картиночке, идет трасса, и отель стоит, вот он. Отель очень симпатичный, с очень доброжелательным, вышкаленным персоналом. Сервис здесь на 4 звезды, это можно смело рекомендовать клиентам. Его слабая сторона – это отсутствие спа в каком бы то ни было виде. То есть здесь нет бассейна, и это, конечно, сильно уменьшает его популярность, скажем так. Следующий курорт – Морибель. Это уютный курорт в самом сердце зоны, в самом центре я вам показывала. Для людей, которые хотят обкатать всю зону и долину Морибеля, долину Куршевеля, долину Вольтаранца, размещение в Морибеле – это оптимальный выбор, потому что здесь можно успеть за день покататься в соседней зоне, в соседней долине и вернуться спокойно в свой отель. Это сложнее гораздо сделать, если ты живешь в Куршевеле и к вечеру оказываешься в Вольтаранце, или в Вольтаранце живешь и оказываешься вечером в Куршевеле. Также точно курорт Морибель построен на трассе. Вы видите, вот эти трассы идут. И отели, которые находятся вдоль трассы. Отели и апартаменты. Надо сказать, что в отличие от Куршевеля, где преобладают отели 4-5 звезд, в Морибеле преобладают апартаменты от 1 до 4 звезд. Они все находятся вот по склону. Здесь идет серпантин, дорога. И вдоль трассы стоят домики-шале, 5-6-этажные, в которых находятся апартаменты. Также есть отели. Здесь всего один отель, 5 звезд. Он находится в центре курорта, называется Кайла. Мы будем о нем говорить. Также здесь находятся отели Шадан, 4 звезды, Трамплин, 4 звезды и Этерлу, 3 звезды. Это центр курорта. В верхней части курорта располагается отель-резиденция Морелис. Это оптимальное соотношение цена-качество. Во-первых, здесь 50 метров до трассы. А во-вторых, в одном здании расположены как номера отельного типа, так и резиденции. То есть можно брать номер с завтраком, а можно брать номер с кухонкой и готовить самостоятельно. Также отель Алладис очень рекомендую. Это верхняя часть курорта. Отель 4 звезды. Давным-давно считается одним из лучших. С хорошим очень сервисом и с бассейном, спа и так далее. Смотрим теперь, как все это выглядит. Отель Кайло, 5 звезд. Он в 2012 году открылся. И такое сочетание стиля шале, деревянные балки, мебель тяжелая такая и суперсовременный дизайн. Здесь действительно очень красиво, красивые виды на горы. В 50 метрах находится от центрального подъемника в центре курорта. И большой спа-центр Нюкс 500 метров квадратных. Здесь и закрытый бассейн с гейзерами, и джакузи, массажный салон фитнес, салон красоты. Это все очень высокого уровня. Отель Шадан 4 звезды. Обновился и полностью отремонтировался 2 года назад. Немножко поменял стиль своих комнат. Он был такой, знаете, уютно-деревенский. Сейчас они его сделали немножко посовременнее. Серые тона преобладают в большинстве комнат. Такой минимализм в декорациях. Номера небольшие, так как этот отель старинный, старый. Он давно в Морибелле существует. И самые маленькие номера, самые экономичные, от 12 метров начинаются. Обратите внимание, потому что их в первую очередь всегда пытаются забронировать клиенты, не понимая, что такое номер 12 метров. Это действительно очень мало места. Спа-центр. Отель Шадан предлагает в отеле Кайло. Шадан и Кайло соединены переходом, так что на улицу выходить не нужно, для того, чтобы попасть в спа-центр отеля Кайло. Также рекомендую резиденция ферм до Морибелли. Она находится не в центре курорта, а в двух километрах. Высота самого вот этого местечка, которое называется Морибелль-Виллаж, 2000 метров над уровнем моря. Вы видите здесь, это комплекс из нескольких шале состоящих. Вот эта крыша из-под снега вылезающая, это спа-центр. Также здесь есть бассейн, очень уютные и хорошие апартаменты. И 50 метров вот в этом углу, его здесь не видно, но вот здесь вот расположен подъемник, который ведет в зону катания Морибелли или Куршевеля. В общем-то, очень оптимальное сочетание цена-качества для Трех долин. И третий очень популярный курорт в Трех долинах – Вольтаранс. Он самый высокий, более 2000 метров высота курорта. Также все расположено вдоль трасс. Вот здесь вот идет подъемничек, вот здесь идут подъемники. То есть клиенты, где бы они ни жили, они, в общем-то, 200 метров, и они на трассе. Ну, не считая тех отелей, которые вдоль трассы расположены, у этих клиентов вообще проблем никаких нет сразу. Отели, которые я бы рекомендовала – это Кахинор, 5 звезд. Открылся в декабре 2013 года. Очень современный отель, на трассе стоит. Отель предлагает для детишек до трех лет детскую кроватку, ванночку, детскую бутылочку. Ну, в общем, полный набор для малышей, что очень приятно. Два бассейна, фитнес-сауна, хамам, джакузи и все прочие удовольствия здесь также имеются. Кахинор Шале Денеш – это резиденция. В принципе, и отель, и резиденция находятся в одном здании. Это два крыла одного здания. Резиденция позволяет людям получать услуги пятизвездочного отеля, при этом не быть привязанными к питанию отельному. Отель Пашмина, 5 звезд, новый отель, недавно открывшийся. 42 номера, 36 метров квадратных, спа-центр 400 метров, крытый бассейн, солярий, сауна и прочее, прочее. Очень популярен в последнее время у наших клиентов. Ски-ин-ски-аут, теплая, радушная атмосфера и очень хороший персонал. Отель Фаренгейт 7, бывший отель Меркюр. У него прекрасное расположение. Он стоит на трассе, и у него такая прекрасная, видите здесь даже на картинке, терраса, которая возвышается над трассой и над подъемниками. Вот здесь вот солнечная южная терраса, прекрасное место. Сам отель сделан в таких тоже серых оттенках. Номера выполнены с какими-то яркими включениями. И номера площадью от 27 метров квадратных. В принципе, здесь 107 номеров, это достаточно много, и поэтому здесь чаще всего номера подтверждаются. Для групп это более чем хороший вариант. Резиденция Швальблан стоит прямо на трассе. Это комплекс Вилаш Монтонна, Швальблан и резиденция Пленсют. В данном случае я выделила Швальблан, потому что это 3 звездочки. Ее часто бронируют, потому что она выскакивает одной из первых в ценовой категории своих трех звезд. Надо сказать, что ее очень давно не ремонтировали, поэтому обращаем внимание клиентов на то, что в данном случае цена соответствует качеству. То есть это не очень дорого, но именно за счет того, что здесь давно нет ремонта. Поэтому будьте осторожны. Простенько, оно недорогое, но и простенько из-за этого. Но скин, скиаут, в общем, покрывает чаще всего все остальные неприятности. И резиденция Тампли-де-Солей тоже достаточно простенькая резиденция. Система группы Пьер Ваканс. Скин, скиаут на лыжах. Можно катиться сразу от входа в отель в резиденцию. Хамам, сауна, тренажерный зал за денежку. Здесь можно получить эти услуги. Депозит один из самых небольших вообще в Трех долинах. За резиденцией 200 евро всего. И Бридли-Бен. Это такой лоу-кост в Трех долинах. Курорт, который находится в Предгорье, поэтому не так популярен у лыжников. И чтобы их сюда заманить, отели предлагают, в общем, очень приемлемые цены. Кроме прочего, так как курорт находится не выше тысячи километров над уровнем моря, ой, не тысячи метров, простите, соответственно, здесь часто выбирают размещение, например, пенсионеры, группы пенсионеров или семьи с маленькими детишками, потому что, в общем, между нами говоря, маленьким детям до 5-6 лет не рекомендуется жить выше полутора тысяч метров. Правда, наши клиенты особо на это внимание не обращают, но есть те, кому это важно, поэтому вот курорт Бридли-Бен для них. Отели здесь в последнее время все обновляются, и большинство сделали ремонт. Один из них – это отель «Гольф», 4 звезды, он в 150 метрах от центра, находится недалеко от подъемника Олимпи, который ведет в «Морибель», я вам его показывала на карте в самом начале. Что здесь есть? Турецкая баня, массажный салон и тренажеры. Не так много, естественно, тренажеров, вот, судя по фотографии, всего один велосипед, но и на том спасибо, потому что соотношение цена-качество здесь, в общем, очень-очень на приличном уровне. Отель «Альтис Вольвер» – это один из самых популярных отелей на курорте, потому что он стоит совсем рядом с подъемником Олимпии, в самом центре курорта. Здесь и сауна, и турецкая баня, и джакузи, и можно бронировать или завтрак, или полупансион. На что хотела бы обратить ваше внимание. Когда вы будете в подборе тура, у вас будет выскакивать два варианта цен на «Альтис Вольвер». Первый вариант – это «Альтис Вольвер» – «Мейн Билдинг». И второй вариант – это «Депенданс» или «Анекс». «Депенданс» – это небольшое шале, которое принадлежит отелю, находится рядом. Клиенты ходят на завтрак и на ужин в основное здание, и в этом шале не было сделано ремонта. То есть основное здание, оно с ремонтом, и там номера высшей категории и выше по цене. Обращаю на это внимание. Если клиент хочет этот отель, но берет самый дешевый номер в «Депендансе», то этот номер будет без ремонта. Поэтому заранее предупреждаем об этом. Отель «Атына». Вообще давно не ремонтировался, очень простенький отельчик, достаточно далеко от подъемника, но там ходит бесплатный шаттл, поэтому добраться в любом случае можно. Зато оптимальное сочетание, на мой взгляд, цена-качество, потому что на самом деле он недорогой. Новогодний ужин здесь также недорогой. Он обязателен, если клиент берет полупансион. Но все вместе, надо сказать, что «Атына» пользуется популярностью, и достаточно часто ее люди бронируют, и никогда никто не жаловался. Поэтому вот так же рекомендую. Резиденция «Сибель» группы «Лагранж». Находится в 600 метрах от подъемника «Олимп». Здесь апартаменты небольшие, студио и двухкомнатные – это гостиная и салон. Есть «Велнос», подогреваемый бассейн, джакузи и тренажерный зал. Цена здесь минимальная, наверное, для такого сервиса в «Трех долинах», ну и вообще, собственно, для апартаментов в «Трех долинах». Поэтому обращаем на нее ваше внимание также. Следующая зона катания, о которой будем с вами говорить, это «Испаскели». Зона катания, которая находится также по дороге из Шимбери, как бы это область Тарантес. Зона катания не такая обширная, как «Три долины». Здесь у нас с вами 300 км горнолыжных трасс, 22 зеленых спуска – это достаточно много, 61 синий, 46 красных, 25 черных. Много подъемников, также есть 44 км трасс для беговых лыж, извините, 2 сноупарка. И в этой зоне находятся ледники, потому что «Вальдизер» находится на высоте 1850, а «Тинь», курорт соседний, который также в этой зоне находится, он выше 2000 метров расположен. И горы достаточно высокие, и здесь ледник, который круглогодичный. И в «Тине» люди приезжают летом, чтобы отдохнуть, поиграть в теннис, например, покататься верхом, пострелять из лука, погулять по горам, а также немножко покататься на горных лыжах. Летом курорт работает, как горнолыжный также. Вернусь к схеме катания. Смотрите, «Вальдизер» находится на перевале, вот здесь 1850 высота, «Тинь» находится в верхней части зоны, на 2000 метров. Вокруг «Тиня» более пологие склоны, и здесь есть возможность внизу курорта, у самого курорта научиться кататься, если детишек ставить на лыжи. «Вальдизер» тоже имеет в нижней части небольшую зеленую зону для детей, но основная зеленая зона расположена наверху. Ну, с одной стороны, конечно, сразу хочется первый раз подняться, впечатлиться, посмотреть кругом на эти просторы бесконечные. С другой стороны, если человек первый раз встал на лыжи, здесь наверху, а потом ему надо как-то возвращаться в «Вальдизер». А в «Вальдизер» ведут трассы, которые участвуют в этапах мировых кубков. Это вот женский слалом и мужской слалом, бельвар и салес, спуски, которые действительно такие крутые, когда ты стоишь в верхней части, ты видишь, куда ты приедешь. То есть это очень круто, честно говоря. Поэтому бедным людям приходится спускаться по вот этой длинной зеленой трассе, которая идет немножко не в «Вальдизер», а в пригород, который называется «Лядай», а потом еще либо пешочком, либо на «Скибусе» нужно возвращаться сюда. Поэтому, если люди хотят встать на лыжи, то мы все-таки «Вальдизер» не рекомендуем, а рекомендуем «Ти» в данной зоне катания. Курорты. «Вальдизер» последнее время пытается стать конкурентом курорту «Куршевель», потому что многие люди устали от излишнего пафоса, который в «Куршевеле» присутствует, а «Вальдизер», будем говорить так, это интеллигентный аналог «Куршевеля». Отели многие получили в последнее время 5 звезд, новые построились, также стали 5 звезд. Те, которые были хорошего уровня, получили свои 4 звезды вместо 3. То есть «Курорт» растет и прирастает именно отелями высокой категории. Резиденций здесь совсем немного, есть апартаменты частного сектора, но их также немного. Поэтому в «Вальдизере» мы в основном будем говорить о том, чтобы сюда предлагать только ехать тем клиентам, которые готовы платить за отельный сервис. «Вальдизер», схема трасс, но мы посмотрели уже общую схему, поэтому не буду вам еще раз указывать на особенности. Сам курорт находится на перевале, то есть на плоскости, в отличие от курортов, которые мы с вами смотрели в трех долинах, там и «Куршевеле», «Марибели», «Вальтаранс», это курорты, которые находились на горе, на трассе, поэтому там достаточно большие перепады высот внутри самого курорта. «Вальдизер» находится на плоскости, что дает возможность клиентам спокойно вечерком прогуляться по центральной улице без нагрузки на мышцы. Отели в основном находятся вот в этой центральной части, вот вы видите здесь центральная зона, от которой подъемники расходятся в разные стороны. Отели все находятся достаточно близко. Есть отели, которые прямо практически у центральных подъемников, это, например, «Барм-де-Люрс», чуть-чуть подальше «Крестьяне» 5 звезд, «Люссавуа» находится на центральной улице, чуть-чуть подальше, «Эгель-де-Неш» хорошо стоит, четверочка, вот он, «Брюссель» 5 пятерка, стоит прямо напротив центрального подъемника, у него шикарная терраса с видом на юг. «Барм-де-Люрс» – отель, который, ну, один из лучших, наверное, вообще на горнолыжных курортах, некоторые клиенты считают его чересчур пафосным, ну, мы оставим это на усмотрение клиентов, а по набору, как бы, и качеству спа, по убранству номеров, по обслуживанию в целом, здесь, конечно, действительно, ну, есть что посмотреть, не то, что посмотреть, а все сделано для того, чтобы человек полностью расслабился и отдыхал. Отель «Крестьяне» 5 звезд, его звездность росла вместе с состоянием его клиентов, можно так сказать, потому что еще 10 лет назад он был скромной трешкой, но очень-очень популярной, как у европейских клиентов, так и у русских, и постепенно отель вырос в четверку, и вот несколько лет назад получил свои 5 звезд, полностью обновился, сделал ремонт, и здесь абсолютно оптимальное сочетание цена-качества, у отеля очень хороший контракт, он всегда очень внимательен к своим клиентам, особенно к постоянным, номера большие, просторные, от 27 метров начинаются, есть детский уголок, закрытый бассейн, сауэна, турецкая баня, тренажерный зал, так что прошу любить и жаловать. Отель Люсавуа, тоже 5 звезд, он построен не очень давно, лет 7 назад, наверное, в центре стоит, на центральной улице, до подъемника метров 300 надо пройти, хороший спа, в общем, вполне достойный отель 5 звезд. Отель Брюсселя, о котором я вам говорила, видите, вот картиночка его солнечной южной террасы, где можно днем посидеть, перекусить, или выпить глинтвейна. И вот это вот, это вот то пространство, где сходятся все трассы, и откуда вот здесь справа подъемник центральный расположен. Кандагар отель, один из немногих отелей 3 звезды, который остался на курорте, не стал поднимать свою звездность, здесь очень удобно то, что есть номера сингл, дабл, трипл и даже квадрипл, в мало каких отелях можно размещаться вчетвером, в одном номере, в данном случае это возможно. Вот картиночка сверху, вы видите здесь двуспальная кровать, и здесь такая типа кабина с двухъярусной кроватью для деток. Сауна, массаж, турецкая баня, паровая баня. Бассейна нет, но если посмотреть по цене, то очень достойный вариант. Следующий курорт этой зоны катания – Тинь. Тинь – высокогорный курорт, по внешнему виду издалека он напоминает Вальторанс. Это те курорты, которые находятся выше 2000 метров, кругом никаких елочек, никаких деревьев, только снег и небо, и горы, больше ничего. Курорт молодежный, здесь очень много народу, кто катается на сноуборде, потому что здесь есть также и сноупарк, и в принципе здесь удобно ставить детишек на лыжи. Очень доброжелательный, хороший курорт. Он делится на две части, больших таких есть Тинь-Люлак и Тинь-Вальк-Лоре. В общем-то те, кто живут в Вальк-Лоре, считают, что это центр, те, кто живут в Люлаке, считают, что это центр. По большому счету без разницы, как считают, разочаровывать не обязательно. Здесь посередине есть озеро, зимой оно чистится и можно кататься на коньках, очень прекрасно проводить время. Трассы со всех сторон, поэтому в данном случае, где бы клиент не бронировался, 200-300 метров это максимум, что будет необходимо пройти для того, чтобы встать на лыжи и поехать кататься. Котели, которые мы здесь рекомендуем. Ну, во-первых, в первую очередь, это комплекс, который называется Вилаш Монтана, там есть несколько резиденций, это резиденция Вилаш Монтана, отель Вилаш Монтана, отель Сьют Дю Монтана и также еще дополнительные шале с новыми апартаментами внутри. Что хорошо в Сьют Дю Монтана? Это один из лучших отелей курорта, здесь скин, скиаут, вы выходите, встаете на лыжи, сьюты, он состоит из сьютов просторных, 56-60 метров, каждый сьют с двумя спальнями, то есть если вы бронируете сьют, здесь можно совершенно спокойно размещаться двумя парами или паре с детьми, у каждого будет своя полноценная спальня, а гостиная будет с камином, причем можно выбирать именно камин или австрийская печка, у людей есть такой выбор. До 6 лет детишки живут бесплатно. Отель Вилаш Монтана, он попроще немножко, чем Сьют, здесь стандартные номера 30 до 50 метров, для детей двухъярусные кабины и спа в отеле Сьют Дю Монтана. Резиденция Вилаш Монтана, это размещение 4 звезды, но это простенькие 4 звезды, по цене это видно, когда подбираете тур, можно пользоваться спале Банда Монтана с открытым подогреваемым бассейном, но это пользование платное, порядка 10 евро за человека в день, за посещение. Депозит 500 евро по кредитной карте. Также есть несколько резиденций высокого уровня системы СЖА, например, Телемарк пользуется большой популярностью, в 2009 году открылся, Скид, Скиаут, такая современная интерпретация савойского стиля, от 1 до 5 спален, здесь могут размещаться большие группы, если будет такая необходимость. Отель Дива, отель клубного типа, 100 метров до подъемника, в районе Валькларе расположен, номера разные, самые недорогие 16-метровые и подороже за 30 метров площадь номера. Следующая зона катания, это зона катания Парадиски. Некогда это были две зоны раздельные, вот зона Лаплань и слева зона Лизарк. В Лизарке зона немножко более спортивного катания, здесь больше перепады высот, большие уклоны, такое посерьезнее катание, скажем, люди, которые хорошо катаются, предпочитают эту зону. А в Лаплане трассы пошире, более пологие, здесь хорошо семьям, средне катающимся, с детишками, здесь скорее, наверное, можно выбрать, посоветовать Лаплань. Но с некоторых пор, после того, как построили вот здесь кабину огромную, гондолу, которая называется Вануаз-экспресс, зона объединилась, и теперь это 425 километров трасс объединенной зоны, поэтому теперь неважно, где вы живете, кататься вы сможете, где захотите. Основной курорт, который мы рекомендуем, продаем, и который пользуется неизменной популярностью уже много лет, это курорт Арк 1950. Курорт клубного типа, построенный застройщиком под одного, для одной структуры, сейчас Арками владеет структура, которая называется Пьер-Ваканс, это известная большая сеть апартаментов по всей Франции. Здесь 8 зданий типа шале, которые соединены между собой подземными переходами. Большой спа-центр с закрытым бассейном, и также, это отдельно за дополнительную плату, но и внутри самих шале также есть бассейны, открытые, закрытые, сауны, тренажерный зал. Что хорошо, здесь есть абсолютно разные апартаменты, самые маленькие студию, и самые большие, это шестикомнатные апартаменты. Обращаю ваше внимание, что в подборе туры мы ставим всегда для вашего удобства количество спален, а не общее количество комнат, чтобы мы не путались в понятиях. Мы пишем One Bedroom Classic, например, или One Bedroom Superior, это значит, что одна спальня, классический тип. Значит, есть спальня и есть гостиная обязательно. В гостиной всегда кухонный уголок, полностью экипированная кухня, и, соответственно, Two Bedroom, Three Bedroom и так далее. То есть, количество спален, всегда есть еще дополнительная гостиная, не забывайте об этом. Комплекс предлагает детскую анимацию. Также хочу вам сказать, что так как он построен был достаточно давно, уже больше 15 лет назад этот курорт построен, соответственно, кое-что устарело с тех пор. И вот в позапрошлом году обновили один из корпусов, Prince the Sim, летом 15-го был сделан ремонт, поэтому, когда вы найдете, будете смотреть ценные, вам будут попадаться номера, которые дороже. Там One Bedroom, Prince the Sim, он будет дороже, чем One Bedroom просто. Это за счет того, что Prince the Sim полностью обновленный, и там свежий ремонт, хорошие номера. Вот еще картиночки нам. Хочу обратить ваше внимание, вот это центральная площадь, и здесь постоянно проходит анимация, причем бывает анимация даже и на русском языке, в период наибольшего количества наших русских клиентов, в начале января, например, 6 января, в день русского Рождества, курорт также устраивает какой-то праздник на центральной площади, в какой-то год они угощали всех вином и устрицами, в общем, курорт делает действительно много, чтобы клиентам там было комфортно и приятно. И теперь в Верхнее Савой у нас еще остался с вами курорт, о котором мы будем говорить, курорт Шамани. Он известный очень, это один из первых горнолыжных курортов, исторически он образовывался, он был простой деревушкой в предгорьях Монблана, потом люди стали покорять Монблан, соответственно, останавливались в Шамани, Шамани начал развиваться, как такой туристический курорт, и постепенно превратился в достаточно большой по меркам горных деревушек, достаточно большой даже, можно сказать, городок. Он находится у подножия Монблана, высота Монблана 4,810, и сюда альпинисты ехали еще в XIX веке, вот с тех пор появился Шамани. Здесь, так как это большой курорт, соответственно, здесь у нас с вами гораздо больше возможностей опрыски, и просто даже погулять хорошо по улочкам, так как высота самого курорта 1000 метров всего, здесь даже зимой не лежит снег на тротуарах чаще всего, и здесь можно гулять в легких ботинках, даже в январе месяце, а наверху прекрасные условия для катания. Зон катания Шамани – это 157 километров, совсем немного, и, в общем, клиенты сюда едут чаще всего не за каким-то безумным шикарным катанием, о котором мы говорили с вами в трех долинах, и Спаски, и Липарадиски. В данном случае это, конечно, желание каждого горнолыжника хотя бы один раз подняться на подъемнике, который называется Гвиди-Меди, к вершине практически Монблана и спуститься по самой длинной трассе, как бы вне трассового катания, это 23 километра спуск. Что важно? Важно, что это вне трассовое катание и страховка горнолыжная здесь не действует, надо покупать специальную дополнительную, и также не рекомендуется клиентам спускаться самостоятельно, потому что это вне трасс, это ледника, там есть и щели, и ежегодно кто-то там погибает, поэтому, конечно, самостоятельный спуск здесь совершенно не рекомендован, это делается только с инструктором, с профессиональным. А вообще, да, что самое главное, это что зона катания, она не объединена, то есть эти 157 километров, это не единая зона, вот Бреван-Флежер зона, зона Летур для таких начинающих катальщиков, самая сильная, пожалуй, зона, это зона подъемника Гран-Монте, ну, и отдельная тема, это спуск по Белой долине, вот эта зона, и зона катания Лизуш, это 5 разных зон, между ними курсируют шаттлы, поэтому они доставляют клиентов от одной к другой. Вообще, вот если клиенты будут жить в центре Шамани, то поездка сюда, вот в район Летур, это порядка 20 минут на Скибусе, 20-25. Сам курорт, знаете, как когда клиенты хотят жить в центре и у подъемника, это не про Шамани точно, потому что это достаточно большой городок, и отели, расположенные в центре, они наиболее популярны, потому что люди все равно понимают, что если они даже будут жить рядом с одним подъемником, а зон катания 5, им все равно придется ездить, поэтому мы выбираем отель по набору услуг в отеле, а не поблизости его к подъемнику. Вот, например, отели Морган и Иглон, два отеля, 4 звезды, стоят рядом с подъемником Игвидю Миди, но мы же понимаем, что клиент не будет каждый день кататься по Белой долине, он будет кататься на других зонах, поэтому ему все равно придется ездить, хотя, да, подъемник здесь близко от этих отелей. Отели, которые я бы рекомендовала, высокого уровня отель Монблан, он открылся после полной реконструкции в 2013 году, здесь современный интерьер, бассейн открытый, подогреваемый, бесплатный Wi-Fi, номера 20 до 75 метров квадратных. Отель Морган Бутик Отель, тоже отремонтировался, отреставрировался в очередной раз, что здесь хорошо, до 13 лет дети бесплатно в номере с двумя взрослыми, это существенно экономит семейный бюджет. Refuge de Zeglon, раньше отель назывался Le Zeglon, Resort & Spa, обновился, поменял немножко декорацию в номерах, стал более такой деревянный, там были раньше цвета, синий, красный, сиреневый, теперь вот такой вот нормальный, спокойный оттенки, серый, коричневый, бежевый, у отеля открытый, подогреваемый и закрытый бассейны, он в современном стиле сейчас сделан, и очень прекрасно, ну мы пишем рядом 300 метров до подъемника и гвидиуминди, но как я уже говорила, это не очень-то и актуально, главное, что рядом есть остановка скибаса, на котором можно доехать до любой зоны катания. Также рекомендую резиденцию «Ля Женобель», это 4 звезды апартамента в центре курорта с закрытым бассейном, хорошее сочетание цена-качество. На этом я свой семинар заканчиваю, если у вас есть какие-то вопросы, которые вы хотите задать, задавайте, еще у нас с вами есть время, поэтому буду рада ответить на них. Что хотела сказать пока в целом по бронированию, когда вы его делаете? Во-первых, что важно, если у вас какие-то вопросы или что-то не получается, то ваши заявки вы можете отправлять на мейл france.ru, собачка, а дальше ntk-rain-tourist.ru, как наш сайт. Франс пишется «Франсе», «С» русская, «Е» русская на конце, «Франсе» как страна, дальше собака и ntk-rain-tourist.ru. Это мейл нашего французского отдела, соответственно, мы видим их, эти сообщения моментально, и будем рады ответить на все возникающие вопросы. Если у вас есть какие-то вопросы касаемо онлайн-бронирования, что тоже случается, особенно сейчас, когда добавляются еще какие-то пакеты, какие-то не все еще есть на сайте, или вас интересует что-то, чего у нас нет, например, ни в подборе тура, ни в описании отелей, там еще что-то, вы можете всегда спросить, мы с радостью поможем, подскажем, и, в общем-то, мы бронируем любой отель, даже если у нас нет с ним контракта пока, предположим. По трансферам и по по организации работы гидов на курортах, как я уже говорила, курорты разбросаны, и во Франции очень сложно организовать такой турецкий сервис именно отельного гида, поэтому такого в горнолыжке нету, есть определенное время, когда гид бывает на курорте, и если у клиента есть какие-то вопросы, он может заранее с гидом договориться, встретиться. Скипасы на основных наших курортах это Тридолины из Паскелии, Парадиски, Шамани, гиды предлагают на месте с 5% скидкой, поэтому из Москвы это покупать смысла не имеет, это лучше решать все с гидами на месте. Что еще? В памятке, которую вы будете распечатывать, инфолисток по Франции, у вас будут телефоны гидов. Обратите внимание, они так не очень ярко видны, но они там есть, то есть клиент должен обязательно иметь телефон гида, если вдруг по каким-то причинам он эту бумажку теряет, то при трансфере гид еще раз диктует свой телефон обязательно для связи. Просто обратите внимание клиентов, что телефон гида ему лучше иметь при себе. Отъезд обратный. Чаще всего по телефонам, которые гидам дают клиенты на трансфере, гиды рассылают смски во сколько, кого, откуда забирают. Если клиент накануне до пяти вечера не получил подобную смску, то он должен связаться с гидом и уточнить, потому что бывают разные ситуации, что-то не доходит, смски, или телефона нет, или телефон неправильно записан, всякие разные ситуации. В общем, в пять часов накануне вылета у туриста должна быть информация по вылету, по трансферу на следующий день. И если ее нет, то он должен связаться с гидом. Если он не может связаться с гидом, он может связаться с вами, вы с нами или напрямую с нами. Это уже как ему удобно. Вот, собственно, и все. Я вас благодарю за внимание. И до новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok